Библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава книги Иисуса Сына Сирахова Синодальный перевод для библейского портала экзегет Мы уже говорили не раз, что эта книга Ну такое развитие литературы и премудрости Взять книгу притчи Соломоновых И в общем то же самое и здесь Мудрость, такое вот почитание Бога, благоразумие Это все хорошо, наоборот это плохо Но довольно много деталей Которых пожалуй в притчах мы не найдем А многие совпадают почти дословно Мудрость Смиренного вознесет главу его И посадит его среди вельмож В притчах, я даже не помню, может это из притчи такое Не хвали человека за красоту его И не имя отвращения к человеку за наружность его А вот это уже в притчах нету То есть мудрость она заключается в отказе от внешнего Встречают по одежке, провожают по уму Русская поговорка Вот здесь буквально так и сказано Даже и встречать по одежке не нужно Малая пчела между летающими Но плод ее лучше из сластей Вот этого тоже пожалуй в притче мы не видели Что мед, ну понятные пчелы, некрупные животные Что на самом деле что-то очень ценное может быть от самых маленьких людей Это ведь похоже на то, как у пророков у Исаии, особенно у Михея, но не только Бедняки Господни Да, вот те, кто малы с точки зрения окружающих Не хвались пышностью одежды, не превозносись в день славы Ибо дивны дела Господа и сокровенные дела его между людьми Многие из пластилинов сидели на земле Тот же, о ком не думали, носил венец Многие из сильных подверглись крайнему бесчестью И славные преданы были в руки других Тоже такой экклезиаст, всем одно и то же, да И все это суета Прежде нежели исследуешь, не порицай, узнай прежде и тогда упрекай А вот этого ни там, ни там не было Вот смотрите, как эта традиция, она развивается Она уточняет какие-то детали Не торопись с переговором Прежде нежели выслушаешь, не отвечай, среди речи не перебивай Не спорь о деле, для тебя не нужно, мы не сидим на суде грешников Прекрасно, особенно в соцсетях Вот это не перебивай, не отвечай, прежде чем выслушаешь Не спорь о ненужном для тебя деле А при чем здесь я не сиди на суде грешников? Ну, люди любят судить И зачастую этот суд по модели А вот это нам не нравится, а вот он, она не такой, не такая, как мы хотим Вот это, видимо, и есть суд грешников Когда несправедливость или правосудие становится мерилом о собственной хотелке Сын мой, не берись за множество дел При множестве дел не останешься без вины Если будешь гнаться за ними, не достигнешь и убегая, не уйдешь О, заповедь офисного работника, да? Много дел не останешься без вины, потому что что-то упустишь обязательно И не догонишь Иной трудится, напрягает силы, поспешает и тем более отстает Ой, прямо дедлайны, да? Иной вял, нуждается в помощи, слабосиленно и забилует нищетою Ночи Господа презрели на него во благо ему И он восставил его из унижения, его и вознес голову его И многие изумлялись, смотря на него Вот, не суетись, все равно неизвестно, кто окажется победителем Добрый и худой, жизнь и смерть, бедность и богатство от Господа Ну, это как в притчах, в экклезиасте, конечно Даяние Господа предоставлено благочестивым И благоволение его будет благопоспешно для них вовек Такой тяжеловатый здесь синодальный перевод Ну, в общем, все от Господа, да? Только чуть более светисто Иной делается богатым от осмотрительности и бережливости своей Это часть награды его Когда он скажет, я нашел покой, теперь наслаждаюсь моими благами И не знает он, сколько пройдет времени до того, как он оставит их другим и умрет А это прямо уже Евангелие, притча о безумном богаче Который говорит, всего я накопил, но в ту же ночь умирает И не успевает воспользоваться своим богатством Твердо стой в завете твоем, а пребывай в нем и состарься в деле твоем Завет этот с Богом, а в деле твоем То есть в делах благочестия, в делах угодных Богу Или не ищи себе другой карьеры Вот такая заповедь неактуальна для 21 века Мы все время меняем работы у нас Постоянно что-то уходит, что-то приходит Ибо легко в очаг Господа скоро и внезапно обогатить бедного А может быть, дело не в профессии А дело в том, что человек что-то делает, считает это нужным и правильным Ну и пусть он это делает И обогатит ли его Господь, не обогатит ли Ну это вопрос второй И не из этого нужно выстраивать свою жизнь Благословение Господа награда благочестивого И в скором времени процветет он благословением его Ну опять вот такие общие мысли Не говори, что мне еще нужно и какие я отныне могу иметь еще блага Такая ненасытность Ну сравним, как мы сегодня живем с тем, как жили наши предки 100-300 лет назад Для них бы это сказкой казалось А мы думаем, мой, у нас того нету Не говори, довольны у меня И какой отныне могу я потерпеть зло Опять-таки тот самый безумный богач Ну вот все есть у меня Деньги, имущество, связи, друзья, семья А потом приходит что-нибудь какая-нибудь пандемия И вдруг все меняется В одни счастья бывает забвение о несчастье В одни несчастья не вспомнить о счастье То есть человеку свойственно проецировать свое нынешнее состояние Навсегда Он думает, всегда так было, всегда так будет Да ладно Сколько всего изменилось даже за время нашей жизни Легко для Господа в день смерти воздать человеку по делам его Так, 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 подробнее, пожалуйста Нельзя ли уточнить Это посмертное воздаяние, наверное Потому что когда человек умирает Ну как его Господь наградит в этой жизни Даст ему еще прожить пять минут Или что, или избавит его от боли Но это не то Ну явно это вот не то Что можно считать воздаянием по делам всей жизни Правда? Но не утверждает он, что после смерти Будет с человеком хорошо или плохо Он просто говорит, легко для Господа сделать это Интересно, что Ветхий Завет И книга Иисуса Насерахова, в частности Очень деликатно с этой посмертной участью Как правило, вообще ее не упоминают Ну потому что мы не знаем толком ничего И здесь он говорит только одну Господь может это сделать А сделает ли? Ну, кто его знает Минутное страдание производит забвение у тех Ну да, когда зуб болит, то сразу ничего уже не хочется И при кончении человека открываются дела его Тут, казалось бы, при чем это? При кончении человека открываются дела его Ну то есть там человек умер, обнаружили Его там кинзаписи, я не знаю Рассказали его близкие о каких-то его тайных поступках Хороших или плохих, неважно А при чем здесь страдание, которое заставляет забыть об утехах А вот беда, она сбрасывает все внешнее Когда человек болен или умирает, вот тогда он настоящий Тогда становится понятно, как он жил Прежде смерти не называй никого блаженным Человек познается в детях своих А это прямо сначала как из греческих мудрецов Знаменитая история про богатого царя, которого называли блаженным Но мудрец ему сказал, что прежде чем ты умрешь, нельзя этого говорить Тот действительно умер очень плохо Наверное, такая мудрость общая для многих народов А при чем здесь человек познается в детях своих? То есть даже после смерти, на самом деле, от нас что-то остается Это то, что мы вложили в детей Вот человек может прятать плохое Человек может притворяться хорошим Но дети, вот каких он вырастил Что они от него переняли, это ведь очень много о нем говорит И это не подделать Это будет после смерти даже Для других свидетельств Ну и немножечко практических наставлений Не всякого человека вводи в дом твой Ибо много кузни у коварного Ну да, замки, пароли, пин-коды Как охотничий птиц в западне, таковое сердце надменное Он как лазутчик подсматривает падение А при чем здесь западня? Западня, она уже попалась Да, или наоборот охотничий птиц В западне она выслеживает Скорее, наверное, второе И ждет, когда там пролетит какая-нибудь птичка Такая добыча Превращая добро во зло, он строит козни И на людей избранных кладет пятно То есть порочит честных От искры огня умножаются угли И человек грешный строит козни на кровь Так же, как само собой вокруг костра все может загореться Даже, может быть, без желания других Остерегайся злодеев Он строит зло, чтобы он когда-нибудь не положил на тебе пятна навек Пятна, смотрите, то есть понятно, что он может убить, ограбить и так далее Но он может опорочить Это ничуть не лучше Посели в доме твоем чужого, и он расстроит тебя смутами И сделает тебя чужим для твоих Тоже такая житейская мудрость Бывает так, что люди Вводят в семью кого-то постороннего И потом горько об этом жалеют А уже обратно не выгонишь Вот смотрите, как интересно Такое сочетание сугубо Житейских наставлений и высокой мудрости И это дальше продолжится В следующих главах Они такие очень ровные в этом смысле Однородные